Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Дорогие мои братья и сестры во Христе, Господь грядет, Его время пришло. Сегодня 30 января 2024 года, и мы продолжаем размышлять о времени, когда Сам Господь сойдет с неба и произойдет восхищение всех, кто во Христе. Мы все еще здесь, на земле, но имеем твердую веру в то, что совсем скоро увидим нашего Господа и Спасителя в Его совершенном царстве. Мы продолжаем поддерживать и укреплять друг друга в этом ожидании и в вере, понимая, что восхищение может произойти в любой день и час. Мы не смотрим даже на несколько дней вперед, но находимся в ожидании Иисуса Христа сегодня и сейчас. И мы продолжаем размышлять о книге Откровения, которая показывает восхищение по благодати до начала всех Божьих судов. Потому что все, кто во Христе, это храм, дом Его, и время начаться суду с Дома Божьего. Почему Иисус и говорит в 21 главе Луки, описывая все грядущие события и бедствия во время Его Второго пришествия? «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред сына человеческого». И еще в 21 главе Луки он говорит «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». И в другом месте, когда ветви деревьев становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко при дверях. И мы говорили, что эти слова могут указывать на праздник Тоби-Шват, Новый Год Деревьев, который по разным календарям был 25-27 января. Именно с этого времени, с конца января, начала февраля, деревья в Израиле начинают просыпаться после зимы и пускать листья. И Иисус говорит «Когда вы увидите это, знайте, что близко при дверях Царства Божие». Сегодня Иисус так близко, совсем при дверях. На что же нам опираться, когда мы ищем время сошествия Господа и время восхищения? Как же много символических связей мы рассматривали в это время. Мы смотрели на праздники Господни, Ивома и Дим, весенние и осенние. Мы говорили о днях Ноя, говорили о Хануке и о том, что все календари перепутаны. Мы говорили о том, что 11 января 2024 года является средним днем всех кроваво-красных лун, прошлых и будущих. Например, от последней кроваво-красной луны 8 ноября 2022 года до 11 января 2024 года прошло 429 дней. И от 11 января 2024 до 14 марта 2025, когда будет следующая кровавая луна, тоже пройдет 429 дней. Итак, все прошлые и будущие кроваво-красные луны приводят к середине 11 января 2024 года. Кроме этого, мы говорили, что дата 11 января 2024 по солнечному календарю может соответствовать 24 дню 9 месяца, о котором говорит пророк Агей во второй главе. Могла ли с этого дня, 11 января 2024 года, это была новая луния, начаться последняя 70-ая седмина? Что такое последняя 70-ая седмина? Это время второго пришествия Иисуса Христа. Так показывает книга Откровения и пророчество Даниила о 70-ти седминах. Я открою таблицу. Вот как это может выглядеть. Чтобы понять время, нам необходимо состыковать пророчество Даниила и книгу Откровения. В пророчестве Даниила сказано, что от повеления до Христа 69 дни, от повеления до Мессии 483 года. Это точно исполнилось. Что такое первое пришествие Ишо? Это время его служения как Мессии. Возможно, что в конце 26-го года Иисус был крещен Иоанном Крестителем, потом 40 дней был в пустыне, и в самом начале 27-го года он начал свое служение. Чем окончилось служение Ишоуа Мессии? В Песах 30-го года он был распят, потом вознесся к Отцу, и потом на учеников сошел Святой Дух. Это время первого пришествия Христа. Так и говорит пророчество Даниила о 77-ах. От повеления до Христа, до начала его служения, 69 седмин. Израиль не принял тогда и отверг посланного к ним Мессию. Дальше, после 69 седмин предан будет смерти Христос, а город и святилище будут разрушены. В 30-м году Иисус был распят, а через 40 лет, в 70-м году, Иерусалим и Храм были разрушены. Эта часть пророчества в точности исполнилась. И осталась последняя часть пророчества, 70-ая седмина. Это и есть время второго пришествия Ишоа. Когда Израиль увидит и примет своего Мессию. Это время не относится к церкви. Но когда Бог окончит с церковью, тогда вновь начнет свой разговор с Израилем. В это время второго пришествия завет с Израилем будет утвержден. Между первым и вторым пришествием идет время церкви. Теперь дальше, как описано в откровении это время. Время церкви описано до третьей главы включительно. Это то, что есть. В четвертой главе начинается следующий этап. Что будет после сего. Это и есть начало второго пришествия Иисуса Христа. Когда сам Господь сойдет с неба. И произойдет восхищение всех, кто во Христе. После этого Иисус начнет снимать семь печати из книги. И вот тогда с шестой главы начинается описание судов. Событий времени скорби. Теперь нам надо понять. Когда мог начаться отчет 77-мин? Когда могла окончиться 69-я седмина? И когда может начаться 70-я седмина? Мы говорили о том, что повеление было дано Ездре царем Артаксерксом на седьмом году его правления. Вот так выглядит седьмой год его правления. Это календарь Торы. Седьмой год царя мы считаем по еврейскому календарю. Потому что там сказано, что Ездра вышел из Вавилона в первый день первого месяца. Имеется ввиду первого Ниссана. Поэтому и год здесь надо смотреть еврейский, который начинается с седьмого месяца. Тишрей. Вот мы видим, как шел 458-й и 457-й годы до нашей эры. Седьмой год царя шел с октября 458-го года до сентября 457-го года до нашей эры. Вероятнее всего повеление было дано в 10-м месяце Тевете, отмечено зеленым треугольником. С этого времени прошло около трех месяцев, необходимых для подготовки к выходу из Вавилона. И в первый день первого месяца, то есть первого Ниссана, Ездра вышел из Вавилона, отмечено синим треугольником. А в первый день пятого месяца, то есть пятого Ава, в июле, он пришел в Иерусалим, отмечено желтым треугольником. Вот это седьмой год царя Артаксеркса, когда он дал свое повеление, от которого и ведется отчет седьмин. Десятый месяц Тевет шел с конца декабря 458-го года до нашей эры, до конца января 457-го года до нашей эры. В это же время, вероятно в январе 457-го года до нашей эры, Эсфирь вошла в царский дворец. Так сказано, и взята была Эсфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в десятом месяце, то есть в месяце Тебефи или Тевети, в седьмой год его царствования. То есть Эсфирь вошла к царю в десятом месяце Тевети, в седьмой год его царствования, в январе, и отчет с 77-м начался в десятом месяце Тевети, в январе. Мы ищем связь начала седьмин или начала семидесятой седьмины с восхищением, и видим, что это произошло в десятом месяце Тевети, в январе. Если все-таки еврейский календарь отстает на месяц, то именно сейчас идет десятый месяц Тевет, и будет идти до девятого февраля. И мне кажется, из этой картинки очевидным, что повеление и отчет седьмин не мог начаться весной или в Песах, потому что первого Ниссана в конце марта Ездро уже вышел из Вавилона. Теперь посмотрим на январь 457 года, когда было дано повеление, и на январь 27 года, когда Иисус мог начать свое служение Мессии. Мы посмотрим на более конкретную дату января, на 11 января, дату которой в 2024 году является серединной точкой всех кроваво-красных лун. Посмотрим, что было 11 января 457 года до нашей эры, и что было 11 января 27 года первого века. На левой картинке 11 января 457 года до нашей эры, внизу, это 15 день 10 месяца, было полное лунное затмение, и была кроваво-красная луна. И справа 11 января 27 года, 13 день 11 месяца, тоже было частичное лунное затмение. Вот как это выглядит. 11 января 457 года до нашей эры, кроваво-красная луна, полное, тотальное лунное затмение. Это 11 января 15 день 10 месяца, Терет. А вот 11 января 27 года, было частичное лунное затмение. Возможно, это как-то указывает на начало отчета седмин, и на окончание 69-й седмины. Может ли это значить, что 11 января 457 года до нашей эры, начался отчет седмин, и 69 седмин прошло до 11 января 27 года. От повеления до Христа прошло 483 года. Лунное затмение бывает только в полнолуние. Мы видим середину месяца, 15 число 10 месяца и 13 число 11 месяца. 11 месяц Шват и полнолуние, это как раз праздник Туби-Шват, Новый год деревьев. Когда они оживают после зимы, ветви становятся мягкими и пускают листья. Возможно, тогда Иисус начал свое служение Мессии, говоря, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Иисус есть дерево жизни. Это может говорить о том, что 11 января 2024 года мог начаться отчет последней 70-й седмины. Но это было новолуние. Это серединная точка всех кроваво-красных лун. И мы смотрели по солнечному календарю, что этот день мог быть 24-м днем 9-го месяца, о котором Бог говорит через пророка Агея, «Потрясуя небо и землю, и придет желаемый всеми народами». Или если отчет седмины начинается в полнолуние, то и эта последняя седмина могла начаться в полнолуние, то есть 25-27 января 2024 года, в только что прошедший праздник Ту-Би-Шват. Ведь именно на это указывает Иисус. Когда деревья оживают, знайте, что близко, при дверях царства Его. Теперь посмотрим на временную шкалу первого пришествия и попробуем увидеть связь с началом второго пришествия. Первое пришествие Мессии – это время Его служения. Которое, возможно, началось с 11-го января 20-го года. Это была середина 11-го месяца Шват и праздник Ту-Би-Шват, когда деревья начинают оживать. Иисус есть древо жизни. Потом, 14-го Несана, в пятницу, Иисус был распят. Это 6-е апреля 30-го года, Песох. На третий день, 17-го Несана, в первый день недели, в воскресенье, рано утром, Он воскрес. Это 9-е апреля 30-го года. Что произошло потом? Написано, что Он еще в течение 40 дней являлся ученикам и говорил о Царстве Божьем. Но это не говорит о том, что Он на 40-й день после распятия вознесся к Отцу. Он только воскрес в третий день после Песоха. И как написано, сказал ученикам, идти в Галилею, и там они увидят Его. Поэтому я все-таки верю, что Иисус вознесся не просто в какой-то день, но в Шавуот. А через 50 дней, в праздник молодого вина, в конце июля, на учеников сошел Святой Дух. Об этом мы много говорили и размышляли летом. Иисус мог вознестись в Шавуот, исполнив этот праздник, завершающий Песох. И это могло быть 4 июня 30-го года. Вот календарь Торы. Шавуот мог быть на неделю позже, чем показано в календаре. Потому что в еврейском календаре отчет 50 дней ведется со второго дня Песоха. Но в Левит 23 сказано, отчитать от первого дня после праздника, 7 полных недель. Первый день это воскресенье. Праздник Песох длится 7 дней. И если после этого отчитать 7 полных недель с воскресенья, чтобы в это время попало 7 суббот, то мы придем к этому дню, 4 июня 30-го года. Тогда было лунное затмение. В этот день, 4 июня 30-го года или 13 сивана, это тоже полнолуние, могло быть вознесение Иисуса Христа в Шавуот. Иисус сказал ученикам, чтобы не удалялись из Иерусалима, но ждали обещанного от Отца. И потом в деяниях описано, что в день Пятидесятницы или в 50-й день все они были единодушны вместе. И тогда сошел Святой Дух. И находящиеся в Иерусалиме говорили, они напились сладкого, то есть молодого вина. Молодое вино не может быть в начале июня, в Шавуот. Но оно бывает только в конце июля, в начале августа, когда созревает виноград. Дух Святой символизирует новое вино. И поэтому Дух Святой мог сойти на 50-й день после Шавуота, в праздник молодого вина, 30-го июля 30-го года. И от распятия до сошествия Духа прошло 115 дней. Теперь переносимся в наше время. От распятия Иисуса 6 апреля 30-го года прошло 115 дней до сошествия Святого Духа 30-го июля 30-го года. После чего началось время церкви. От распятия Иисуса до рождения церкви 115 дней. И очень интересно, что от нападения на Израиль группировки Хамас 7-го октября и начала войны в Израиле до возможного сошествия Иисуса Христа и возможного восхищения тоже может пройти 115 дней. Что приводит к 30-му, 31-му января 2024 года. Я не знаю, произойдет ли восхищение в эти ближайшие дни, 30-го, 31-го января, о чем сегодня говорят многие и многие сторожа, глядя на небесное светило. Но седьмина могла начаться 11-го января в Новолунии или 25-го, 27-го января в Полнолунии, в праздник Туби-Шват. То есть я вижу в этих событиях во время первого пришествия и второго пришествия определенную аналогию. Когда через 115 дней после распятия на учеников сошел Святой Дух. А 7-го октября, как мы много раз говорили, это был последний, восьмой день праздника Суккот, Шмени Ацеры. И это очень важный день в контексте последнего времени, потому что именно Израиль является Божьими часами и показывает время второго пришествия Мессии. И случайность ли это, что 115 дней от 7-го октября приводят к 30-му, 31-му января, когда уже сам Господь может сойти с неба, чтобы встретиться с восхищенными на воздухе, когда может произойти восхищение. После чего Иисус в присутствии в своей церкви начнет снимать печать из книги и начнутся бедствия, описанные в 6-й главе книги Откровения. И это то, что Иисус называет начало болезни, бедствия, начало родовых мук, когда восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. С этого времени начнется и свидетельство двух пророков. А в середине седьмины будет Песох и Шевоот, когда седьмой ангел вострубит свою трубу, и при седьмой трубе на небо взойдут эти два пророка и 144 тысячи запечатленных сынов Израиля. А конец седьмины также может приходиться на Ту-Биш-Ват, который в 2031 году будет 8 февраля 2031 года. После чего будет Армагеддон, когда зверь выведет все армии мира в долину Мегида, чтобы сразиться с грядущим Мессией. И тогда Иисус Христос мечом уст Своих поразит все народы, ибо Он есть Царь Царей и Господь Господствующий, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. Тогда зверь и лжепророк будут схвачены и живыми брошены в озеро Огненное, когда времена язычников окончатся, а дьявол будет скован на тысячу лет в бездне. Тысячелетнее Царство Иисуса Христа может начаться 1-го Ниссана, 25 марта 2031 года, в первый день Духовного года. То есть мы по-прежнему находимся в высочайшем сезоне ожидания Господа и возможного восхищения. Будет это в самом конце января или в начале февраля. Посмотрим. Но Господь придет в идеальное время, потому что Он совершенный Бог. Сегодня многие сторожа Господни, следящие за положением небесных светил, указывают на 30-е 31 января 2024 года. Это очень волнующе. А я в этой программе хотел связать начало отчета 77-мин от повеления с началом отчета последней седьмины. Я хотел показать, что повеление было дано за несколько месяцев до выхода. И если Ездра и идущие с ним вышли из Вавилона 1-го Ниссана в конце марта, то повеление это было дано в декабре-январе. И это 10-й месяц, когда Иисфирь вошла к царю. Поэтому ждем, бодрствуем и верим. И будем готовы на всякое время, бесподобимся избежать всех грядущих бедствий и первыми предстать предсына человеческого. И как мы можем быть готовыми, только пребывая в Иисусе Христе, постоянно, смотря вокруг, наблюдая, размышляя и ища драгоценную истину, что мы и делаем. Сейчас есть такие комментарии, что восхищение может произойти только весной или осенью, но не зимой же. А Иисус говорит, в который час не думайте, придет Сын Человеческий. И говорит, что когда деревья просыпаются и пускают листья, знайте, что близко при дверях. И разве мы не читали в 10-й главе Иоанна, что настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломонова. Господь совсем близко, Он при дверях. Мы верим в это и ждем Его в смирении, кротости и любви. И эти дни, 30-е, 31-е января, могут быть днями повышенного внимания, как, впрочем, и все остальные дни сегодня. Мы не знаем точного дня и часа. И это только размышления, но не пророчество и не назначение даты. Это размышления и поиск истины. Если этого не произойдет, то мы, конечно же, будем ждать дальше. Потому что любим Иисуса Христа всем своим сердцем. Потому что возлюбили явление Его. И уже не перестанем ждать. Понимаем по всем признакам вокруг, что Его время пришло. Мы будем ждать Его до самого победного конца нашей земной жизни. До самого восхищения останемся побеждающими с Ним. Будем поддерживать и укреплять друг друга в этом блаженном уповании. Иисус говорит, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите голову ваше, потому что приближается избавление ваше. Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знайте сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Праздник Тубешва только что прошел. Знайте, что Господь совсем близко. Он при дверях. Не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать, ожидая Иисуса Христа и находясь в полном единстве с Ним и между собой. Пусть же проснутся от сна те, кто еще спит, и пусть пребывают в полной готовности те, кто уже проснулся. Да будут чресла наши припоясаны и светильники горящие. Вся слава Богу Отцу и Господу нашему Иисусу Христу, возлюбившему нас, искупившему нас и омывшему нас от всех грехов своей крови. Господь грядет, Его время пришло. Марана Фан. Восхищение так близко. Нам остается только ждать и верить. Будьте благословенны, мои братья и сестры. Не теряйте веры и надежды. Бодрствуйте и будьте готовы сегодня и завтра и в следующий день. Не переставайте ждать Его и верить. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин